это куда туда сядешь вместе сядем а никто ничего не подумают да ну давай значит кто хочет посмотреть размеры спальника мы с ольга его мерили умерили по моему и рулет и ольгами мерили значит я думаю что дима будет выкладывать видео он сделает ты сделаешь ссылку на на тот на ту двухкабинку где мы все по перемирили тобой а ты влазила тогда сколько тебя влазила сюда вот сюда ты 2 влазишь точно я так примерно по пропорциям если взять вот эти твои пропорции вот по ширине 2 2 а если еще вот так чем мы будем читать вот это который мы все время сравниваем дорожный самосвал 64 вовчик шкилев написал доброго времени суток что касается лестницы вот все с тобой согласны заднем борту решение не очень удачное пишет он лучше бы сделали в передней части кузова чтобы вылазить из кабины можно было попадать по лестнице наверх и смотреть загрузку привожу пример том видимо свой личный пример допустим работаешь где-нибудь где очень грязный что попасть на кузов надо идти по грязи к заднему борту также обратно по грязи тянуть грязь в кабину да если еще и загрузка производится экскаватором через задний борт то эта лестница будет вся в грязи а что касается цепей на заднем борту по мне лучше бы они сделали тяги регулирующие кстати да вот я тогда докопался ну извиняюсь у меня есть такое иногда до к пусть когда вижу что-то вот не нравится мне об этом говорю там был привод фиксации заднего борта сделан цепями а вот действительно логично можно было сделать тяги регулируемые и все и геморроя было бы меньше наверное дмитрий карпов говорит что вообще тихий ужас а тихий ужас у нас еще подписчик есть а это 1 высота заднего борта только для писем второе запоры колхоз лютый 3 лестница конструкторов на год премии лишить забудьте раз и навсегда ей там не местом прямо у нас два подписчика уже лестнице недовольны нет их на самом деле много больше удва этого почитаю значит по вопросу открывания капота пишет сергей калинин должно открываться вперед полностью как на американцах иначе обслуживать и ремонтировать двигатели агрегаты очень трудно кузов самосвала реализован ужасно ядроцилиндр посередине и их два в два раза больше проблем сквоз взаду взаду пола и очевидно перегруз передней оси напомнила крас и зил совок ну этом про цилиндром прошел уже то есть у нас из личного опыта да действительно лучше передницы но опять же мы там сделали оговорку это кузов не нашего производства вот мы сразу изначально это сказали по-честному миха винторез написал что по поводу откидывающего капота что не это все не просто реализуется обратите внимание сколько всякой навески находится спереди и по бокам все это придется переносить или на двигатель что не предусмотрено вообще или на консоли что также будет мешать обслуживанию ремонта да и двигатели сейчас такие что в поле пассатижами и чей-то мамой не починишь это вот в защиту того что открывание ну да тоже прав то есть каждый по своему прав про цепочки алексей парамонов написал что это механизм открывания бортов при подъеме кузова цепочка натягивается и открывает замок с коммунизмили у китайцев и что сделали как обычно по нашему через одно место крепковато на этом на этот самосвал вот эта система и если получится возьмите за создание нормального кузова для этой машины ну завод урал посмотрит наше видео почитает наших подписчиков и обязательно сделает на жене зюкин хотел бы и ждет урал увидеть в исполнении с термобудка и спальником после газона хотелось бы что-то покрупнее вот ок да нет ку-ку-ку-ку-ку ку-ку в общем еще раз здрасте почему вы в кузов не заглянули как не заглянули хотелось бы посмотреть на задний бор заинтересовал тот момент открывающие открывающаяся часть две трети всей стенки что там снизу видно с ним там обычный кузов обычный а там ничего такого не было какой 2 2 2 3 там полноценно не до конца показали можно было хотя бы вниз я так понимаю там обычный 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 кузов там не было ничего интересного да сергей сергеевич добрый вечер ребята если у вас кон контора которая сможет сделать кабину с нормальным спать спальником они ту ерунду который предлагает завод имею ввиду седельный тягач на 6 на 4 а чем вам не нравится я сейчас сергей сергеевич у нас был опыт до того как появился полноценный вот эта двухкабинка мы в нижнем новгороде заказывали двухкабинку скажем так ну самодельную что ли ну хотя та фирма уже давно занимается этим специализируется я вам так скажу то что получилось у завода гораздо лучше то что получилось у тех профессионалов поэтому однозначно ничего лучше вот именно в таком исполнении не найдете вот да может быть у нее есть свои недостатки но она однозначно будет лучше всего любого другого колхоза который будет сделан где-то в гараже или не в гараже то есть мамы с ольгой уже несколько спальников перемирили да да джиди может быть стоит показывать как работает это он знаешь нам прочит мы все спрашиваем пишите нам что бы вы хотели и мы тогда будем снимать вот он нам пишет что стоит показывать как работают те или иные механизмы оборудования по принципу советских образовательных фильмов рассказали бы каком-нибудь узле узле и сразу мультяшная картинка бы появилась как это работает конечно все это упирается во время и в цену но потом можно использовать как образовательное пособие вообще идея нам надо в министерство образования обратиться и попросить какой-нибудь транш на развитие канала хочу нет давай письмо на давайте сообразовать сейчас прям до обращай обращаемся то есть подписчики хотят чтобы мы уже образовательные фильмы делали мы в принципе не против да мы будем готовиться больше наверное привлечем ну со стороны можем сможем людей привлекать у нас институт есть мясе да я там учился где есть урал разрезанный с элементами 7 то есть стоит до сих пор то есть можно очень много интересного но нам для этого надо нужны финансы поэтому вот открыто обращаемся не знаю там кому именно обращаться значит если есть такая возможность выходите на нас мы будем рады ну любой помощи финансовой лисичкин павел урал спец урал спец кран в нашем городе город мяс продает автокран на авито по какой причине не знаешь не знаю я тоже на авито я вот на авито не знаешь может они распадаются не знаю я на я я на авито на днях магнитолу продал свою от их стрел от старого лежит дома порядок наводил экстрел продал еще в 2015 году за 2000 за 2000 за 2000 до нормальная посмотрела все так стоит так что на авито все продают собственно уже неважно кто да кто есть кто и чего какой кран не знаю дэнер венер велиоров написал а то что от сидельного движок собираются ставить на самосвал ну я не слышал может быть конечно и будет такая модификация то есть имеется ввиду наверное вот этот двигатель 422 лошади до ставить на самосвал но мне кажется там и сколько там говорили 328 лошадей достаточно там стоит им за 536 был по крайней мере в обзоре нужен ли там 422 там грузоподъемы всего 16 тонн мне кажется ни к чему может быть и будут ставить да еще у нас вот тит павлов наш подписчик просит передать привет всем якутянам от него тит павлов передает привет якутянам тит павлов привет и все якутяне привет если поедете к нам в контору там нам обычно рыбку везут икру мы не откажемся да вот непосредственно ольги не вот он уточнил дай вы не доедает столовой ну и все напоследок анекдот да кто будет читать каждый мужчина этот не очень понравился тайне от жены имеет право пропылесосить катану я так делала так видишь про тебя каждый мужчина и поэтому холостой оставлять закрытые фисташки на потом я так не делал когда мужчина несет ковер он обязан выстрелить из него по гаражам как будто из базуки делал так да и неоднократно и не только из ковра из пальца еще люблю стрелять по воронам каждый мужчина обязан уметь расправить трусы через карман брюк не делал когда рядом кто-то зевает мужчина обязан засунуть ему палец рот а если он укусит как ты чё дурак я так тоже не делал странный какой-то анекдот у тебя рубашка провисевшая ночь на стуле автоматически считается выглаженной абсолютно согласен еще ее можно побрызгать чуть-чуть водой она еще она расправится да и погашь такой есть стекло мыть пшикалка сюда чистой воды налить и попшикать рубаху она за ночь высохнет и будет прям вот как будто глажена можно на электричестве каждый мужчина после душа имеет право зачесывать волосы назад как будто он итальянские мафиози и я на бок на час у меня и волос то нет лысый уже каждый мужчина должен помнить тот момент когда он угадал ответ что где когда а знатоки нет не помню не телевизор нет не смотрю каждый мужчина имеет право если закончился шампунь помыть голову гелем для душа мужики мужики я такой открою секрет вот сразу видно что это писала женщина то есть каждый мужчина имеет право если закончился шампунь помыть голову гелем для душа эти другое скажу настоящих мужиков нету такого вообще то есть гель для душа шампунь у них просто да я иду когда в магазин у меня что-то заканчивается я просто покупаю пузырек в котором смотрю чтобы был подешевле по цене и побольше по объему и вонял не противно вот вот все мою все стираю еще в качестве там ароматизатора стиральную машину добавляет и что все универсально вообще вот такой анекдот подписывайтесь а еще есть у нас не знаю вот это не надо или это чё подожди дай пропаду у нас на лекарство теперь такие что народ снова начал лечение самогоном и молитвами женщине должна быть загадка ты хочешь сказать во мнении загадок одна загадка в урюпинский пешеход выбивший выбежавший на красный свет сбил акуль письмо посольства норвегии уважаемый господин посол я живу в мурманске пенсия 9 тысяч рублей из них 3500 нужно давать на жкх и 7000 на лекарства какое преступление перед норвегии я могу совершить чтобы меня посадили пожизненно в камеру как у мистера бреевика и готов на все что денег не хватает да их никого не хватает ну ладно не будем о грустном подписывайтесь на канал урал спецтранс не забывайте у нас есть группа в одноклассников контакте в инстаграм фейсбуке виды пишите нам что хотели бы увидеть мы будем снимать что я тут так пригрелся что уходить не хочу ставьте лайки мы пошли дальше посидим еще маленько